Я высоко ценю поддержку Израиля президентом Байденом и администрацией США. С начала войны США оказали нам очень важную поддержку, как духовную, так и материальную, снабдив оборонительными и наступательными средствами. Но около четырёх месяцев назад произошло резкое сокращение поставок оружия из США в Израиль. В течение долгих недель мы обращались к нашим американским друзьям с просьбой ускорить поставки. Мы получили разные объяснения, но положение дел не изменилось. Я готов терпеть личные нападки при условии, что Израиль получит от США боеприпасы, необходимые ему для войны за его существование. Моя задача как премьер-министр Израиля — сделать всё, чтобы наши героические бойцы имели лучшее оружие. В свете того, что я услышал за последние 24 часа, я надеюсь и верю, что этот вопрос скоро будет решён. 23 июня премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил своему кабинету министров, что надеется на скорое решение спора с Соединёнными Штатами о поставках оружия. На прошлой неделе Нетаньяху опубликовал видео, в котором заявил, что администрация Байдена задерживает оружие и боеприпасы для Израиля. Администрация президента Джо Байдена в мае приостановила поставку 2000-фунтовых и 500-фунтовых бомб из-за опасения по поводу из-за воздействия в случае использования в густонаселённых районах Газы. Израиль должен был получить американское вооружение на миллиарды долларов. Нетаньяху сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что задержки вооружения для Израиля сейчас немыслимы. Белый дом 20 июня заявил, что глубоко разочарован критикой Нетаньяху на фоне напряжённости в отношениях между двумя союзниками по поводу войны в секторе Газа. Нетаньяху объяснил во время воскресного заседания Кабинета министров, что его публичное заявление было сделано после долгих недель частых попыток добиться от США ускорения поставок оружия и что он готов принять личные нападки ради безопасности государства Израиль, имея в виду, что США возмущены его решением. Ранее министр обороны Израиля Йофф Галланд обратился в Вашингтон, чтобы обсудить следующий этап войны в Газе и эскалацию боевых действий на границе с Ливаном, где перестрелки с Хазбеллой вызвали опасения по поводу возможности начала масштабного конфликта.